Добрый день, уважаемые коллеги, доброе утро, уважаемые председатели. Мне очень приятно участвовать в нашей секции. Хотелось бы продолжить дискуссию, коснуться вопросов переоперационной химиотерапии при саркомах костей и мягких тканей. Начнем с сарком мягких тканей. Это достаточно чрезвычайно гетерогенная группа, редкое заболевание с общей пятилетней выживаемостью менее 70% и общей выживаемости при наличии висцеральных метастазов менее года. Несколько лет назад проводился опрос участников экспертной группы саркома. Проводился опрос о целесообразности назначения неадьювантной терапии. Участвовало 12 центров, и мы видим, что большинство центров все-таки за назначение неадьювантной химиотерапии при определенных факторах риска. Я касаюсь неадьювантной и адьювантной химиотерапии, так как эти направления являются и этапами переоперационной химиотерапии. Что касается целесообразности адьювантной химиотерапии, то тут наоборот большинство центров не рекомендует назначать адьювантную терапию, тогда как все-таки некоторые центры рекомендуют при назначении при высоких факторах риска. На какие же факторы нам приходится опираться для выбора дальнейшей тактики? Это прогностические факторы клинические, что характеризует саму опухоль, размеры, локализации, глубину инвазии, адекватность хирургического пособия, чувствительность химиотерапии, возраст и общее состояние пациента. И патоморфологические. Это гистологический потип, степень злокачественности опухоли и тип повреждения генома опухолевой клетки. Как уже доказано, что чем больше размеры опухоли, тем выше риск возникновения отдаленных метастазов. Наиболее неблагоприятной локализацией является забрюшинное расположение опухолей во внутренних органах, голове, шее. А забрюшинная опухоль характеризуется бессимптомным течением, местной распространенностью процесса с инвазией в соседние органы, что затрудняет проведение хирургического и лучевого лечения. Это саркомы мягких тканей, достаточно обладает большим количеством гистологических потипов, и наиболее злокачественные из них это ангиосаркомы, рабдомиосаркомы, злокачественные фиброзные гистиоацетомы. Также саркомы мягких тканей обладают различной выраженностью и чувствительностью химиотерапии. С наиболее высокой чувствительностью саркомам относятся саркома Юинга, рабдомиосаркомы, синавиальные ангиосаркомы, миксоидные липосаркомы, а к наиболее резистентным это альвеолярные светлоклеточные гастроэндостинальные стромальные опухоли. За последнее время по результатам многочисленных исследований удалось подобрать препараты по гистотипу к некоторым видам саркомы мягких тканей. Однако проводилось... Почему вопрос химиотерапии достаточно спорный и противоречивый? Потому что многочисленные исследования, метаанализы дают различные результаты. Вот данные результатов двух онкологических центров выявили, что назначение адъювантной и неадъювантной химиотерапии вместе с локальным лечением не повлияло на общую выживаемость и время без прогрессирования. Тогда как большой метаанализ другой группы выявил некоторое увеличение общей выживаемости. Почему такие разноречивые результаты? Потому что сложно формировать однородные и многочисленные группы, учитывая разнообразие сарком мягких тканей, отсутствие рандомизации в большинстве клинических исследований. В основном приходится сравнивать с историческим контролем, когда используются различные режимы химиотерапии. Что же касается неадъювантной химиотерапии, конечно же, она помогает выполнять органосохранные операции, реминировать с микрометастазы и позволяет определять чувствительность опухоли к химиотерапии. Однако основным контраргументом все-таки остается отсутствие доказательств влияния на общую выживаемость больных. По данных исследований, общий ответ неадъювантной химиотерапии равняется 40%, однако влияние на общую выживаемость и время до прогрессирования неадъювантная химиотерапия не имеет. Это одно из последних исследований неадъювантной химиотерапии, когда проводилось сравнение подбора препаратов, специфичных для данного гистотипа, со второй группой, которая проводилась стандартная химиотерапия и фосфамид с эпирубицином. Выяснилось, что стандартная химиотерапия и фосфамид с докторбицином обладала преимуществом с более высокой общей выживаемостью и временем до прогрессирования по сравнению с гистоспецифической химиотерапией, в связи с чем исследование пришлось прекратить досрочно. Однако в этом исследовании не было третьей группы без химиотерапии. Так когда же назначать неадъювантную лекарственную терапию? Это пациентам с высокой степенью злокачественности опухоли, с большой глубиной инвазии и с большими размерами образования. Данная опция рекомендуется в рекомендациях при стадии 3А. Это наш клинический случай. Пациент 30 лет, молодой, с большой достаточно опухолью, которая мешала двигаться пациенту, гистологически вересноклеточная саркома с высокой методической активностью. Мы провели 6 циклов химиотерапии с достаточно выраженным регрессом. Было предложено хирургическое лечение, однако пациент категорически отказывается, и мы проводим ему конформную лочевую терапию. Что касается адъювантной лекарственной терапии, большой метаанализ с большим количеством больных вывел небольшое уменьшение риска смерти на 11% с использованием докса рубецинуса фосфамидом. Однако, также в некоторых исследованиях отмечалось некоторое увеличение времени до местного рецидивирования, отдаленных метастазов, но все-таки нет явных доказательств увеличения общей выживаемости, а адъювантная терапия не работает при опухоли забрюшинопространстве и опухолях матки. Большое исследование РТС изучение влияния адъювантной химиотерапии не выявило различий ни в общей выживаемости, ни в времени до прогрессирования. Однако адъювантная химиотерапия обладала преимуществом в группе тех пациентов с факторами риска. Это большие размеры, высокая злокачественность, локализация на конечностях как в общей выживаемости, так и в времени до прогрессирования. А также с использованием гипертермической перфузии этой темы коснутся дальнейшие докладчики. Так как даже назначается адъювантная лекарственная терапия, это те же факторы риска, плюс наличие опухолевых клеток в краях резекции и пациентам с локальным лечением первого рецидива. Пациентам молодого возраста без тяжелой сопутствующей патологии, с локализацией опухоли на конечностях. И, конечно, это должно быть совместное решение с обсуждением рисков и преимуществ лечения. Наконец, переоперационная химиотерапия. Проводилось большое исследование, наблюдение, которое длится в течение 10 лет. Это включали 300 пациентов, которым проводили не адъювантную химиотерапию в количестве трех циклов. В другой группе переоперационную химиотерапию в количестве пяти циклов выявили, что и в той, и в другой группе не выявлено никаких различий ни в общей выживаемости, ни во времени до прогрессирования, ни в возникновении отдаленных метастазов и локального рецидива. То есть те пациенты, которые доживали до 5 лет, они жили и дальше. Частота объективных ответов достигала 40% в обеих группах. В результате этого исследования был сделан вывод, что достаточно трех циклов неадъювантной полихимиотерапии. Однако были попытки интенсифицировать лечение с помощью лучевой терапии. Проводилась интенсификация с проведением трех циклов до операции, трех циклов после операции вместе с лучевой терапией. И данная методика позволила увеличить общую выживаемость и время до прогрессирования почти в два раза. Какие же проблемы остаются на сегодня при лечении сарком мягких тканей? Это, конечно, необходимо продолжить поиск мишеней, необходимость выделения более однородных групп и индивидуализации лечения. Что касается сарком костей, то с 2009 года ничего не изменилось. Проводится 4 цикла предоперационной химиотерапии и послеоперационной химиотерапии. Это зависит от степени некроза опухоли в гистологическом материале. Если некроз опухоли более 90%, там 4 цикла химиотерапии послеоперационной, а при некрозе менее 90%, это достаточно длительное утомительное лечение, длящиеся в течение года или полутора лет. Но данная тактика обоснованная. Однако проводились небольшие исследования по изучению целесообразности назначения высокодозного метатриксата у взрослых больных. Было выявлено, что высокодозный метатриксат обладает не только высокой токсичностью, но и показал более худшие результаты во времени допрогрессирования и общей выживаемости. Также ирландская группа изучала прогностические факторы на своей популяции, и они предоставили результаты о том, что прогностическими факторами все-таки обладал возраст, распространенность процесса, однако именно степень некроза не обладала прогностической значимостью. Ну и последние данные это изучение редких форм сарком костей, таких как лемиосаркома, недифференцирная, плеоморфная саркома, радиоиндуцированная саркома. В 80 пациентах проводилась неадъювантная, адъювантная и переоперационная химиотерапия. И выяснилось, что общий ответ равнялся 86% с прогностической значимостью возраста, увеличение общего выживаемости с тенденцией к значимости проведения химиотерапии. И был сделан вывод, что редкие виды сарком костей должны проводиться в том же плане и по тому же алгоритму, как саркомы костей. Таким образом, проблема сарком мягких тканей, сарком костей достаточно большая проблема. Это еще до сих пор нераспаханное поле. И поэтому мы должны сообща работать, чтобы достичь более лучших результатов. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Дмитрий Макамин. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Да, будьте любезны. Большое спасибо за содержательный интересный доклад. У меня вопрос такой. Вы сказали, что, когда формулируются показания для назначения химиотерапии в адъюантном режиме, ориентируясь не только на клинические данные, но и на гистологическое заключение. В связи с этим у меня вопрос. Что бы Вы хотели, как химиотерапевт, видеть в патологическом репорте? Достаточно ли Вам только грейдинга по FNC-LCC, либо Вам хотелось бы, допустим, КИ-67 видеть цифру? Как это более подробное описание? Мы очень часто просим наших гистологов, патоморфологов все-таки после операционного материала прописывать КИ-67 тоже смотреть, потому что для нас это тоже является критерием для решения назначать нам адъюантную химиотерапию или нет. И, конечно же, степень злокачественности. Спасибо, пожалуйста. Еще вопрос? У меня вопрос. Спасибо за содержательный доклад. Я услышал два тезиса, которые несколько режут ухо. Это первое. При остеосаркоме степень некроза опухоли после химиотерапии не влияет, если я Вас правильно понял, не влияет на выживаемость. Это раз. И второй тезис, который я услышал, это при саркомах мягких тканей неодиуантная химиотерапия или же одиуантная химиотерапия не влияет на выживаемость. Я правильно вас понял? Да. Ирландская группа проводила у себя исследование, но это очень маленькое исследование, маленький набор пациентов, но все-таки они выявили, что степень некроза не обладала прогностической значимостью в своей группе. Поэтому я думаю, что это просто надо... Это остеосаркома, да? Это остеосаркома. А при мягкотканных саркомах, ну это исследование еще с 97-го года, увеличение есть на 11%, снижение риска смерти на 11-12%. Но на общую выживаемость, как мы видим по графикам, значительного влияния не имеет. Поэтому и в нашем центре мы также не придерживаемся поголовного назначения адъювантной терапии. просто есть кооперированные исследования по остеосаркоме в частности. Ирландская группа, она очень маленькая, Ирландия все-таки население, по-моему, не превышает двух миллионов. Поэтому есть кооперированные европейские исследования и американские исследования, которые уже доказали то, что некрозопухоли при остеосаркоме после химиотерапии это один из тех факторов, на которых надо опираться. Это первое. А по поводу мягкотканных сарком, я, наверное, с вами соглашусь. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. У меня такой вопрос. Все-таки ваши личные мнения в отношении неодевантной химиотерапии и лучевой терапии. Если да, то в каких режимах? Ну, я за неодевантную терапию, конечно, я согласна с данными исследований, что при факторах риска необходимо назначать неодевантную химиотерапию. Ну, и, конечно же, добавление лучевой терапии было бы желательно, но в режиме, конечно, после химиотерапии. То есть мы сначала проводим неодевантную химиотерапию, далее можно провести лучевую терапию. Это обусловлено тем, что все-таки при лучевой терапии происходит склероз сосудов, и далее химиопрепаратам будет сложнее поступать в опухоль. В лучевой терапии, извините, лучевая терапия до? До, после химиотерапии. Артур Юрьевич, пожалуйста. Сейчас, одну минуту. Спасибо большое за доклад. А как часто в ежедневной клинической практике вы лечите больных с саркомами? И какими режимами вы пользуетесь из тех, что вы представили сейчас здесь? Мы с саркомами мягких тканей занимаемся очень часто. Это основное наше направление, одно из основных направлений. И мы в основном используем химиотерапию по схеме доксорубицин пасхамидов. И вы их облучаете? Мы их облучаем только при невозможности хирургического лечения. Спасибо. У меня можно маленький комментарий к вашим слайдам? Вы указали, что положительные края резекции являются показанием к проведению одевантной терапии. Это у вас в слайде было в перечне показаний. Наверное, это больше показания к лучевой терапии или к повторному хирургическому вмешательству, но не к одевантной химиотерапии. Ну, я с вами согласна. Скорее всего, это так. Если невозможно выполнить ни лучевую, ни хирургическую терапию, тогда будем проводить химиотерапию. Спорно. Да, Михаил Дмитриевич, будь то любезна. Сейчас, секунду. Михаил Дмитриевич, микрофон. 5-10 сантиметров. Может быть, для головы шеи это имеет значение, но 5-10 сантиметров как большие опухоли рассматривать на туловище или, допустим, на конечностях, наверное, не совсем правильно. И в таких случаях, наверное, вопрос по-другому надо ставить в объеме опухоли в рекомендациях для проведения химиотерапии. Конечно же, здесь в обзоре основной акцент касался сарком конечностей и туловища. Поэтому выбраны такие размеры. При голове шеи, я согласна, размеры, конечно, могут быть и меньше или чем. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. . . . Спасибо. . . Спасибо. . . .